Человек, что можете рассказать основное? Что мы ищем хаджи тогда сюда? На этот вопрос можно получить ответ в хадисе пророка Мухаммада, где пророк сказал, «Иннама джу'иля тавафу бель бейт, вабейна сафа и варвара, варрамью лджимар, ли икама твикриллах». Поистине, Аллах, Субхану Аталай, приказал обход вокруг Каабы, между сафа и марвара. «Бросай не камни и ради одного возвеличить имя Аллаха, Субхану Аталай». Икама твикриллах, чтобы больше поминать Всевышний Аллах, Субхану Аталай. И Аллах, Субхану Аталай, в Коране говорит касательно вот этих дней хаджа, дней дзюльхиджа, Субхану Аталай говорит, «Вазкуру Аллаху фи аямим ма абюдат». То есть поминаете Аллаха, Субхану Аталай, считанное количество дней, имеется дни дзюльхиджа. Если посмотреть, уважаемые братья, Субхану, уважаемый брат, Субхану Аллах, аяты, связанные с хаджем сурат Аль-Бакара, вы увидите неумоверное количество, где Всевышний Аллах, Субхану Аталай, говорит, «Вазкуру Аллах». «Сумма фиду мин хайту афаду аннаси, вастагфиру Аллах». «Вазкуру Аллах, файда калайту маясикам, фазкуру Аллах ка дзикрикум абаакума ущадда дзикра». Всевышний Аллах, Субхану Аталай, говорит, когда вы приехали на хадж, поминайте Аллаха, Субхану Аталай. Когда закончите, после Арафата направите в сторону Муздалифа, задаете вопрос, на Арафате, что целый день хадж сделает? Поминайте Аллах, Субхану Аталай. Но даже после этого, говорит, как закончится Арафат, и вы направите в сторону Муздалифа, «Вастагфиру Аллах». Просите Аллах, Субхану Аталай, прощение. То есть только целый день мы просили Аллаха прощения, и Аллах, Субхану Аталай, говорит, дальше просите прощения. «Вазкуру Аллах ка дзикрикум абаакум аущадда дзикра». А когда закончатся, помните ваши обряды, тут тоже еще больше помните об Аллахе. подобно тому, как вы вспоминаете своих отцов, как арабы всегда вспоминали свои тейпы, свои кланы, отцов. Еще больше поминайте, чем вы поминайте своих отцов. То есть получается, уважаемые братья, весь хадж, он связан с поминанием Аллаха, Субхану Аталай. Аямы, вот эти аямы дзюль-хиджа, аямы дзюль-хиджа, которые, слава Богу, Мухаммад, Саллаху Алисалам, фаектеру фигина мин тахлили, ваттасбих, ваттекбир, в эти дни больше предназначишься, Когда мы их произносим? Давайте будем честными. Когда мы их произносим? Когда услышим, кто-то произносит на рынке или где-то в мечети, мы повторяем. Но в совокупности мы, может быть, там даже 10 минут не произносили. А если почаще произносить, Субхану Алибе, Ибн Умар, Ибн Абу Хурейра, как только наступали дзюль-хиджа, выходили на рынке и произносили тахбират и тем самым напоминали другим. Поэтому, Субхану Алибе, если у нас хотя бы в день один час будет поминание Аллаха, то это будет уже хорошо. Поэтому побольше мы должны поминать Всевышний Аллаху. И всегда есть такая практика, помиловься Аллаху, Аллаху, дано вам возможность сюда приезжать. Это только помиловься Всевышний Аллаху. И всегда бывает после хаджа люди другие становятся. Вот даже сейчас можно посмотреть, когда заселяемся в Медине в первый день. Бывает кто-то, например, показывает свой негатив, кому-то не понравилось, может быть, кому-то не тот номер достался. Мы знаем, что во время хаджа это тяжело регулировать. То есть как можем, так скажем, сотрудник компании старается, но не все зависит от сотрудника компании, отелей переполнен и так далее. Но видно, что вот это какое-то у паломника, когда бывает некая, может быть, обида или неприязнь, она, алхамдалля, проходит после Арафата и все это забывается. Поэтому, алхамдалля, и так же оно забудется. И я прошу Аллаха, чтобы дал нам возможность начала правильным, должным образом пройти это. И хадж, еще раз повторюсь, это основное, чтобы больше поминать Аллаху. Сколько, это настолько, это очень важный момент, не столько мы должны обращать внимание на какие-то внешние факторы. Например, как руки поднимать во время дуа, какой дуа произносить, как это. Это все должно быть. Но основное, самое главное должно быть, что? Поминание Аллаха, субханалля. И посмотрите, последнее, что я хочу сказать, я думаю, это будет большая польза из этих слов, то, что, если посмотреть во время хаджа, сколько Аллах говорит о поминании Него, сколько пророк саллаху, али саллаху, что хадж, для того, чтобы возвеличить имя Аллаха, но, однако, мы в книгах по фикху не найдем в разделах столпов хаджа или ваджибата хаджа или сунан хаджа поминания Аллаха, субханалля. Например, столпов хаджа мы знаем четыре. Это Микат, Ихрам, Таваф, Сяйни и Арафа. Почему тут нет поминания Аллаха, субханалля. Забыли про это? Нет, не забыли. А почему? Потому что поминание Аллаха, субханалля, это не просто столб, это сердце хаджа, это основа хаджа. Если его сделать, скажем, в разделе ваджибатов, то можно не поминать Аллаха, зарезать барашку. Если его сделать в разделе арканов, например, столпов, то тогда можно на следующий день, год переделать хадж, то есть хадж недействительный. Однако поминание Аллаха, это и суть хаджа. Поэтому, братья мои, сестры, обращаясь к самому себе ко всем нам. Побольше поминайте Аллаха, субханалля, сердцем, а все, что из сердца исходит, оно на языке, на делах будет видно. Барак, лафик.